Комплекс «Ямал-Арена» достроят, несмотря на экономическую ситуацию и санкции. Подрядчик уже заменил часть иностранного оборудования. Вентиляция теперь отечественная, как и система охлаждения льда. Всё это рассказали и показали губернатору. Буквально осталось работать на 3-4 дня. Подрядчику, собственно говоря, полностью сделала тренировочная плита. Тренировочная площадка под стяжкой трубы с охладителем. На большой ледовой арене завершили бетонные работы. Трибуны рассчитаны на 3000 зрителей. У бассейна на 500. Длина дорожек олимпийские 50 метров. Также на территории комплекса предусмотрены теннисные корты, беговая дорожка, площадка для сдачи нормативов ГТО. Дмитрий Артюхов осмотрел сразу несколько объектов в Салихарде, которые можно назвать долгожданными. Вот это на века. Она и смотрится. Это гранит? Гранит, да. На века еще и потому, что в фундаменте установлена система для заморозки грунта. Храмовый комплекс преображения Господня с гимназией, гостиницей для паломников и прихожан. Все здания соединены теплыми переходами. Храм рассчитан на 800 человек. По понедельникам и праздникам здесь уже проходят службы. Параллельно завершается внутренняя отделка. Это одни из последних вещей, которые делались еще вручную. Сейчас 100% идет на ЧПУ, там так резко. Это вот еще делали. А сюда для реставрации дерево везут из Перми. Здание 501-й стройки – объект культурного наследия. Одна из задач – сохранить изначальный декор как внешний, так и внутренний. Фасад же и внутреннюю отделку социально-реабилитационного центра «Доверие» выполнят в стиле русского авангарда начала 20-го века. На 12 тысячах квадратных метрах расположатся изо-студия, хореографические, тренажерные и спортивные залы, бассейн, а также воздушно-кислородные оборокамеры, вертикализаторы и другое оборудование. Сроки очень сжатые. Видно, что это вступно. Давайте выполнять. Фраза, которая в равной степени адресована всем подрядчикам. Александр Ребека, программа «Время Ямала», Салихар.